Город, комфортный для жизни, с развитой инфраструктурой, с современными спортивными объектами и уникальными достопримечательностями. Такой должна стать Самара к 2025 году, согласно стратегии развития. Московские эксперты проанализировали урбанистические данные областной столицы. Оказалось, в Самаре слишком много магазинов одежды и салонов красоты. Недостаточная бизнес-активность в районе железнодорожного вокзала и в исторической части города. Всегда была серединная зона какая-то между центром и центром на периферии. Здесь же мы видим сплошное высоко развитое пространство. При этом это говорит скорее всего о слабости центра, нежели о высоком уровне развития всей территории. Аналитики считают, нужно активнее развивать исторический центр города. Проект планировки уже разработан в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Согласно ему, историческую часть города предлагается разделить на несколько зон. В одной из них максимально сохранить памятники архитектуры, другую отдать под новую застройку. Мы бы хотели в том числе, чтобы наша общественность, те, которые стоят за то, чтобы мы условно старую часть практически не трогали, или шли только по пути реставрации, находили мы взаимопонимание. Потому что мы можем остаться там в бесконечных дискуссиях и не создать нормальную среду для того, чтобы в центре города можно было и гулять, и жить. В серии урбанистических конференций «Город и территория завтра» инструментарий позитивных перемен проходит во второй раз. Проект направлен на исследование главных проблем российских городов и поиск путей их решений, что позволяет дать новый импульс развитию территорий. Ожидание горожан мы должны опережать своей работой. Форма такого уровня позволяет понять точки роста, перспективы развития и управленческие решения, которые необходимо принимать, чтобы достичь этого развития в кратчайшие сроки. Конкретные предложения по улучшению городской среды обсудили на встрече с представителями стратегического партнера конференции. Проблему пробога в городе предлагают решить созданием доступного для всех жителей велопроката. Этот проект уже успешно реализован в Санкт-Петербурге и Москве. Уже за первый месяц сезона прокатов уже 100 тысяч, ровно столько же, сколько было за прошлый год. То есть мы считаем, что если так пойдет, то, допустим, Москва, москвичи совершат около миллиона прокатов в этом сезоне. На самом деле это просто помогает во время пробок добраться из точки А, из пункта А в пункт Б. Еще с великим удовольствием. Глава администрации Самары идею поддержал. В свою очередь Олег Фурсов предложил партнерам принять участие в улучшении внешнего облика города. К примеру, инвесторы могут взять на себя ремонт фасада одного из зданий областной столицы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.